Добрый день, дорогие друзья, и добро пожаловать на этот замечательный YouTube-канал, который ведет Юля Ру Флорида. С вами сегодня ваш риэлтор Надя Эггерс, я риэлтор во Флориде, спасибо, что вы смотрите нас, подписываетесь, для нас это очень важно. И сегодня мы сделаем тур по двум домам в одном видео, ребята, у нас сегодня охота, можно сказать, клиент только что отъехал, он постеснялся быть на камере. Мы смотрим дома опять-таки в районе под краткосрочную сдачу на Airbnb, это город называется Девинпорт, от этого дома до Диснейленда 15 минут езды. Комьюнити называется Tuscan Hills, это курортного типа комьюнити, здесь у них шикарный клабхаус с бассейном, со всеми другими аминитис, теннисные корты. И мы пробежимся сначала по цифрам и посмотрим этот интересный дом, который выглядит как дом средиземноморского стиля. По цифрам дом выставлен на продажу за 425 тысяч, размер дома 1900 квадратных фитна, в переводе на метраж 177 квадратных метров, три спальни, две полных ванны, в доме есть бассейн подогреваемый. Кстати, HOA здесь такой подороже, но не очень высокий, 159 долларов в месяц. Ну понятно, что сюда включено, здесь клабхаус со всеми, со всеми истекающими, да, подробностями, мы его тоже посмотрим, покажем вам. То есть любое комьюнити с таким курортного типа, resort style, клабхаус, они будут подороже и чуей. Уход за газонами включено, уход за улицами, в общем, хороший чистый комьюнити. Ворота есть, кстати, комьюнити находится за воротами, охраняемый. Что я не сказала, налог 3,5 тысячи в год, дом блочный, крыша черепичная, кстати, очень хорошие, такие долгоживущие крыши черепичные. Но, кстати, если их менять через какой-то цикл, когда они отжили свою долгую жизнь, как они говорят, они тогда будут дороже, чем обыкновенная шингл-крыша, то есть они подороже стоят на замену намного, между прочим. Но зато они очень красиво выглядят и привлекают внимание туристов, когда они листают Airbnb. Юля, я что-то упустила? Какого года? 2006 года. И размер участка 0,15 акров, но это совершенно стандартный размер в таких комьюнити. Ну что, пройдем? Посмотрим. Сразу мы обратили внимание, кстати, ну за это можно поторговаться по цене. Дом нужно, кое-где, кажется, краска очень такая хорошая по всему дому, экстериор, да, внешние стены. Но вот эти колонны, они очень потрепаны, их нужно перекрашивать. И смотрите, этому дому нужны водостоки. Да, обязательно. Видите, вот ржавчина течет и вот здесь щель. Это не будет стоить дорого сделать, но это будет причиной поторговаться. Да, на десяточку скинуть. Да, то есть водостоки очень необходимы, в принципе, для любого дома. Во Флориде есть сезон дождей, они сильные дожди. И если нет труб, которые будут выводить из-под крыши воду, да, естественно, они будут тут же лить на гараж и на все внешние двери дома. То есть эти колонны красятся. Ну что, проходим в дом, посмотрим, что нас здесь ожидает. И очень приятная неожиданность. Неожиданная приятность какая? Очень приятная неожиданность. Дом очень вообще в таком стиле, как будто здесь работал дизайн, дизайнер, правда? Мы уже посмотрели, прежде чем начинать снимать, но я в большом восторге от этого дома. Смотрите, потолки высокие, посмотрите, высокий очень потолок. Дом одноэтажный, высокий потолок, полы все в одном стиле, в цвет под беленый дуб, да. Да, но это винил, как мы поняли. Да, но хороший винил. Виниловые полы, но виниловые полы это хорошее качество. Да, да, да. Сразу здесь идет у нас распашонка на две спальни. Так, в первую заходим. Дом продается с мебелью, кстати. Это очень качество. То есть вот что вы видите, вот это все дизайнерски обставлено, это все продается. Класс. Здесь вторая спальня и между ними ванная. Техника тоже остается, правильно? Это все, что видите, это все остается. Очень хорошая мебель. Посмотри, мебель новая. Они не пожалели денег на мебель, правда? Я тоже так считаю. Хорошего качества и цвет, и все такое... Прям модерновое, да? И пахнет хорошо. Пахнет хорошо, да. Мы приятно удивлены, как здесь внутри. Тоже посмотрите, как все стильно. Душевая. Так, это кварц. Тоже все новое. Так, здесь у нас вход в гараж. Посмотрите, какое здесь помещение. Они положили... Видно, что свежий ковролин. Они, видимо, недавно сделали это помещение под игровую комнату. Бильярд, барный столик, хоккей. Гольф. Аэрохоккей. Кстати, клюшки для гольфа оставили, молодцы. То есть, что здесь еще думаешь докупить? Мне кажется, диванчик. Я бы здесь диванчик и телевизор бы повесила. Да, тоже телевизор. Аэрохоккей. Ворота открываются или нет? Не, они, видимо, не... Дартс. Сейчас, секунду. О, открываются. А, смотрите, вообще очень классно. Да. Для света. Если здесь компания какая-то играет, она не будет вот в этой темноте играть, да, под... И хорошо на улице когда, да? Под внутренним освещением, да. Можно открыть спокойно. Вот сегодня очень шикарная погода. 25-26 градусов. Можно открыть гараж. Так, проходим дальше. Высокий потолок, арка, посмотри. И заходим мы в открытое помещение, планировка открытая. Что мы видим? Видим современную мебель опять-таки. И новую, да? Скажи, она вся новая. Мебель, мне кажется, она не сиженая даже. Да. Свежая, свежая. Большой экран телевизора. Кстати, вот эти решения, посмотри. Классно, мне нравится. Да, я... Место жалюзи. Я знаю, что такие есть, но в домах под краткосрочную аренду я пока еще таких не видела, чтобы вешали такие. Жалюзи, они как и от солнца закрывают кое-где можно. Но и свет впускают, да? И свет впускают, да. Очень-очень классно. Кухня вообще просто моя любовь. Смотри, какая хорошая кухня. Она новая тоже, буквально новая. Здесь она полностью оснащена посудой. Да, 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 посуда тоже остается. Все, что нужно для Airbnb, это все остается утварь. Аплайнсы все новые, видно прям. Бытовая техника вся новенькая. Очень интересно. Что там у нас? Ребят, сейчас сам владелец, который владеет этим домом, он не то чтобы живет, он в отпуск приехал. А, понятно. Вот видишь, тоже здесь такие шкафы. Шкафы очень, кстати, кухонные, высокие. Да, высокие, хорошие. Чаще всего я вижу как бы низкие шкафы, но это новая кухня, здесь все посуды опять-таки. А ты открыла вот этот шкафчик? Это у нас пентри, плодовочка. Плодовочка хорошая. Огромный-огромный остров с кварцевой поверхностью. И с таким видом на бассейн. Здесь можно с удовольствием посуду мыть. Да, да. Без остановки. Без остановки. И он такой светлый. Причем? Такой мне нравится, что он светлый. Светлый-светлый дом. Здесь они решили поставить кресло, но также можно поставить стол для завтрака. Ну, конечно, да. Ну, два стола в одном помещении. Да, слишком много. Подумали они. Подумали они. Все такое действительно, как будто дизайнер, да, работал? Да, да. Очень хорошего качества. Очень стильно. Я так хвалю ребят, потому что мне правда очень нравится. Так я сказала, я бы сама даже себе такое купила. Здесь очень понравилось. Сирочная. Такой аккуратненький. Здесь у нас дверь, обычно это называется Honor's Closet, они здесь хранят дополнительно туалитная бумага, швабры. Такая большая, просторная хозяйская спальня. Хорошая. Тоже с выходом, кстати, есть выход отдельный на патию, в зону бассейна. Туда позже пройдем. Так. И хозяйская ванная комната. Здесь такая ванная. Проходи, Юль. Так, две раковины. Вот здесь вообще супер, мне тоже понравилось. Смотри, как плиточки. Красивый дизайн, да. Красиво. Выложили и все такое свежее. Чистенькое, свеженькое. Скажи, только недавно, мне кажется, они сделали. Так, здесь отдельно у нас туалет с окошком, между прочим. И гардеробная. Гардеробная. Нормальная такая, посмотрите. Отличная. Ух, какой свет. Я еще не все включила. Светлое все, да? Светлый дом, очень. Ну что ж, пройдем мы в зону бассейна. Вы знаете, нам даже не пришлось свет здесь включать, чтобы показать. Мы даже не трогали выключатели. Здесь немножко свернулось. Сейчас, секунду. Так. Да, я выезжу. Проходим. Тоже обрати внимание, Юль, что мне понравилось. Здесь козырек дома. Он широкий, идет буквально по всему размеру стены дома. Здесь можно спокойно поставить, как у них стоит, стол со стульчиками. А здесь можно вот кресла, даже какие-то диванчики поставить. И в дождливый день. Летнюю кухню, да? Под крышей. Можно летнюю кухню. То есть, если будет идти дождик, барбекюшницу, да? Да, как минимум. Бассейн подогреваемый. Я заметила, вот, хитрый. Я подогрев бассейна, и мне так кажется, что это газовый. Похож на газовый. Да, да, да. Здесь ворота у нас Child Safety называется. Это чтобы детки маленькие, пока родители спят, не смогли упасть в бассейн. Большой бассейн. Бассейн большой, да. Бассейн большой, да. Внимание, вообще хороший. И видно тоже чистенький, посмотри, как новенький. Кстати, видишь, там даже небольшой участок земли есть, да? Да, травка. И мне нравится живая изгородь. Да, живая изгородь. Что, не знаешь, вот эти глухие белые заборы, а так очень-очень красиво смотрятся. Ну, такие места туристы очень любят. Да, уютненько очень здесь. Им вид на озеро не нужен. Не нужен, да, поэтому вот такая правила. Мы обратили с Юлей внимание, что расположение дома правильно стоит. Солнце будет... Закат будет здесь. Здесь будет закат вот с той стороны, но солнце, оно опять-таки будет весь, всю вторую половину дня над этой частью дома. Это очень здорово, потому что люди в основном с утра то в гольф играют, то в Дисней, ну, кто куда. А вечером уже приехал, расслабился, сел с бокальчиком вина, и здесь у вас закат. И буквально, да, солнце идёт всю вторую половину дня вот над вашим бассейном. То есть он не в тени, это не холодно, особенно зимой это очень приветствуется. И хорошо, что он подогреваемый, потому что это же ещё плюс 4 тысячи, да, если с ним делать. Да, и зимой у туристов очень... Зачем-то я зашла. Да, это очень актуально у туристов зимой, чтобы бассейн был подогреваемый. Такие дома будут задаваться. Лучше, гораздо. Они спрашивают, если вы пишете в Airbnb в своём профайле, что бассейн подогреваемый, солнце светит, то это будет очень большим плюсом. Я что хотела ещё уточнить, что дом не нуждается и во внешней покраске, вот я смотрю просто с этой стороны. Сам дом нет, вот что-то вот впереди, вот из-за... Только впереди, там надо подделать будет. Из-за этого косяка такого. Да, да, да. Ну, я бы, например, поменяла, может быть, вот эти вентиляторы. Да, да, да. Но с другой стороны туристы на это не будут смотреть. Нет, это главное стоить совсем недорого. Мне кажется, здесь настолько... Всё остальное классно. По мелочи, да. Всё чистенько. А посмотри, полы, ты видишь, какие они здесь чистые? Здесь всё выкрашено, свежевыкрашено. Да? И не трещин, ничего. Очень понравилось. Ну что ж, ребята, мы едем сейчас смотреть второй дом. Он будет дешевле по цене. Пока ещё не знаем, что мы там увидим. Но спасибо, что вы с нами. Оставайтесь с нами и смотрите это видео до конца. Друзья, ну вот мы приехали ко второму объекту. У меня язык уже еле ворочается. Извините, если, да, буду немножко заплетаться. Я сегодня с 9 утра общаюсь с клиентами, смотрим дома. То есть сейчас уже 4 вечера, да. Приехали ко второму объекту. Только что уехал мой клиент. Посмотрели мы и предыдущий дом, и этот. Ну что ж, я скажу то, что давайте мы его вместе посмотрим. Мы его видели. Вы сами дадите своё мнение нам, скажете, что вы думаете по первому, по второму объекту. Давайте я по цифрам пройдусь. Этот дом выставлен за цену дешевле. 384 тысячи. 2003 года, строение 2003 года. Размер дома 1450 квадратных фит, что в переводе на метраж. 135 квадратных метров. Эчуе, ассоциация в этом комьюнити очень маленькая, 48 долларов. Здесь нет ворот, но этот комьюнити находится на гольф-поле. Очень хорошее гольф-поле. Здесь любят останавливаться гольфисты. В принципе, мне сам комьюнити очень нравится. Гольфисты приезжают, пока папы в гольф играют. Мам с детьми в парк отправили, и все счастливы. Удобно. Вот, да, это такое гольф-комьюнити. Есть бассейн, естественно, в этом доме. Также, что я хотела сказать, крыша уже старова. Ну, она еще нормальная, но года через 3-4 ее нужно будет менять. 12 лет крыши, страховая жизнь, крыш где-то 14-15, ну, может быть, 16 лет, да. По страховке, это как страховые компании смотрят. Налог 3,5. У нас еще не все дома, 3,5. 3,5 в год. 4 спальни, 2 полных ванных в этом доме. Самое главное. Опять-таки, прошлый дом у нас был 425 тысяч. Вы видели видео того дома, обзор того дома. Это 384, то дом 3, 3 спальни, это дом 4 спальни. Ну, давайте посмотрим разницу в домах. Давайте посмотрим. Честно говоря, я когда выбирала этот дом для просмотра, конечно, цена, она была очень заманчива. Фотографии были сделаны отличные. Как всегда. Но опять, да, как всегда, фотограф, видимо, очень хорошо поработал. Пройдем мы в дом. Стоит запах нежилой или... Я не могу понять. Да, как будто бы нежилой. Или, может быть, сырость какая-то, да? Запах сырости, она есть. Ты знаешь, это в домах обычно, которые постарше, я такой запах чувствую иногда. Постарше, но это не настолько постарше, как... Ну, знаешь, что, как со старой мебелью, вот. Может быть, со старой мебелью. Может быть, здесь давно никто не останавливался. Ну, не знаю, давайте посмотрим. Давайте. В общем, полы это ламинат. Ламинат. Причем такой, как бы, ну, дешевый. Мы это увидим в других местах. Да. Там он сильно разошелся в кое-каких местах. Вот, то есть есть вот такие вот места имеются, да. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут есть вообще. Мебель старая, ее нужно менять. Она тоже идет... В комплект. В комплект с ценой. Но мне кажется, лучше бы они ее с собой забрали, потому что вывоз мебели тоже будет стоить денег. Не говори. Вот, мебель старая. Кстати, вот гостиная здесь намного меньше, да. Да, гостиная меньше. Может быть, она такая же по размеру. Просто диваны какие-то большие, да. Ну, смотрите, опять-таки, да. Там экран висел вот современный, HD, вот этот, да. А этот старенький такой. Он, может быть, не работает даже. Сталый потрепанный. Ну, ничего страшного. Хорошо, зато цена хорошая. Цена хорошая. Наши зрители нас спрашивают подешевле. Вот мы и нашли подешевле, насколько можно. Дешевле кухня. Сама кухня. Юля предложила покрасить шкафчики. Но я считаю, что шкафчики в хорошем состоянии для сдачи. Для сдачи от Airbnb. Согласна. Это не будет никак волновать цвет шкафов посетителей. Это гранит у нас здесь. Единственное, что, как мы говорим, вот фарша здесь нет. То есть, не нужно покупать будет всю посуду. Да. Все причиндалы, кофеварочки. Плиту нужно, скорее всего, менять. Она очень убитая, видишь? Убитая. То есть, техника здесь постарше. Посудомой. Ой. Извините. Микроволновка хорошая. Правда, уже сегодня была у него не варя. Что интересно? Микроволновка хорошая. Какой посудомойка? Ну, она нормальная. Наверное, 2003 года тоже. Холодильник, видимо, тоже с тех времен. Да. Такой уже постарше. Ну, вот и посмотрите. Вот здесь, например, обратите внимание. Вот это все полы. Они все разошлись. Как будто их, получается, надо менять. Ламинат был не водоустойчивый, скорее всего. Мне кажется, здесь не водостойкий. Здесь было очень много воды, видимо, на кухне. И как бы стало расходиться. Да. В общем, да, на кухне мы слишком долго задержались. Давайте пройдем дальше. Смотри, какая здесь вот дыра, например. Дыра. Так, проходим. Куда мы проходим? Да, в кочку, да. Давай, в кочку, да. Здесь, на самом деле, очень такая странная планировка, да. То есть, какие-то коридоры, углы, углы, углы. Здесь вот маленькая спальня. Ковер надо поднимать, ковролин. Ковролин нет. Нужно освежать. И даже выдернутые двери. Я не понимаю, кому они сдавали. Ну, бывает такое. Такие смешные телевизоры, мне кажется. Да, вот как бы здесь уже отжило свое все, в принципе. Ванной тоже нужно делать какой-то ремонт косметический. Знаете, ребята, ну вот реально на фотографиях он выглядел просто. Супер, да? Выглядел суперски. Так, кладовочка закрыта. Разница получается у нас в цене между этим домом и тем, сколько, 40 тысяч, да? Да, 40 тысяч, но на самом деле. Делайте вывод сами, не будем вам ничего говорить. Сюда можно 40 тысяч вложить, в принципе, наверное. Ну, плюс еще мебель. Слушай, мебель сама уже по себе хорошая, как 40 тысяч. Не выйдет ли вместе с техникой? Мебель, которая была там, она выйдет. Выйдет. Стены опять, видишь, они все... Стены красить надо. Красить нужно. Там, если не надо красить, то здесь покраска еще. Хорошо, здесь тоже кладовочка. Кладовка, так, чтобы мы не пропустили. Ну-ка, дай-ка. Так, полочки у нас. Другая трава. Это гостевая спальня и уставшие в углу стоящие двери. Двери устали. Они хотят поспать. Двери устали. Так, дальше. Так, что здесь? Здесь у нас тоже есть подобие игровой комнаты, но здесь нужно все это переделывать. Здесь нужно пол хороший сделать. Пол нет. Будет тот же самый ковролин. Ну, здесь очень много плама. Бильярд, барбекю. Это то, что может пригодиться. Стиралка, сушилка здесь. Ну, вот они взяли вот так, да, и положили все. Зачем? Кстати, да, стиральная, сушильная машина находится в гараже. Нет своего уголка. Ну, в принципе, на самом деле это окей. Я очень часто вижу такое в Airbnb домах. Куда мы дальше проходим? Так, все, выходим. Мы здесь все просмотрели и можем пройти уже в хозяйскую спальню. Здесь у нас столовая получается с видом на крышу. На крышу другого дома, да? Здесь у нас стык. Это мастер, да? Это мастер. Мебель такая тоже. Мебель с икеей. Мебель кистая. Простая. Здесь она еще более-менее, мне кажется. Ну, смотри, смотри, она уже тоже пожила, пожила. Мебель пожила. Пожила немножко, да. Да, так что. Что тут? Кладовочка. Гардеробная. И так, ванная, раковина одна здесь. И вот такая ванная, таким образом, с окошком. Вот, выходим на балкон. Можно я буду молчать? Да. Помолчим. Комментировать не могу. Особенно было бы, что комментировать. Двери здесь, кстати, сломаны, поэтому они так очень хитро вышли из этого положения. И положили палочку. Ну, то есть здесь очень много ремонта, а ремонт займет как минимум еще пару месяцев. Они закрываются. Они закрываются. Или теперь мы их не откроем. Ура! Открылись. Так. Вот, в принципе, можно сказать о хорошей части. О хорошей части то, что сидишь на кресле и смотришь сверху на соседей. Да. Как бы над ними возвышаешься. То, что участок приподнят, это, честно говоря, большой плюс. Да, это неплохо. Лучше быть здесь, чем там. Конечно. И что мне нравится, да, солнце тоже с этой стороны садится. Солнце тоже идет, вторая половина дня. Вы загораетесь здесь вечером. Козырек есть, он, правда, маленький, не такой большой, как в другом доме. Да, вот козырек маленький. Что тоже как бы хорошо, что есть, но небольшой. Да, небольшой. Здесь сильно сетка детей. Не разойдешься. Здесь не подогревается он, да, бассейн? Тоже небольшой минус. Пул хитро я не увидела. Это еще плюс 4 тысячи. Это где-то около 4 тысячи на подогрев. Ну-ка, дай-ка я пойду посмотрю сейчас еще раз. Давайте пройдем. Не с этой стороны. Интересно, как там сбоку. Заодно соседи посмотрим. Вот так все сразу не открывается. Да, нет, пол хитро. Нету, 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 нету. Это насос, да, просто? Вот у соседей есть. Да, это система фильтрации. Окей, хорошо. Вот так вам покажем соседей. Лампочки у соседей красивые, наверное, вечером. Сетка в хорошем состоянии, да? Сетка, в принципе, да, в хорошем состоянии вроде бы. Я ничего не вижу. Дом сверху тоже красить не надо снаружи, да, нормальный. Снаружи мы можем сейчас... Мы сильно его не обошли пока, но мы можем его попробовать обойти. Но я думаю, его нужно красить снаружи. Ну, я так смотрю не сильно. Ты вот здесь вот придираешься, но здесь, видать, мебель стояла. Наверное, стояла мебель. А так вот неплохо. Не, я бы не красила, нет. Ну, в принципе, да. Да, нормально. Надо всегда смотреть с внешней стороны и с боков. Надо с боков будет посмотреть, когда мы уже выйдем. Если бы здесь был хороший ремонт, то цена была бы очень вкусная. Да, конечно, да. Ну что? Ну что, друзья? Мы сравнили два дома. Мой клиент, который был с нами, который постеснялся быть в кадре, он уже возвращающийся клиент, он уже купил одну недвижимость в Орландо, ему очень нравится приезжать сюда. Из Чикаго. Мы, кстати, снимали его там хаус уже не так давно, да? Где-то месяца 4, может быть, 5 назад. У нас есть там там хаус, может быть, Юль, ты поставишь ссылку. Теперь этот же клиент, они сюда приезжают уже третий раз с детьми, с мамами, в отпуск, в Дисней, чтобы сходить, на побережье съездить. Вот он задумался вторую покупку сделать, конечно, ему первый дом больше понравился, но второй дом, если вложить денег, то, в принципе, цена будет такая же, как в первом, наверное. Ну, все-таки. Ну, еще нужно поработать, но уже зато ремонт будет под вас. Здесь такой плюс, и он тоже отметил, здесь 4 спальни. Да, здесь плюс, это 4 спальни. Хотя, можно я сейчас уточню, да? Еще посижу. Конечно, такой долгий день длинный. Смотрите, вот сейчас разница между двумя домами. В этом доме 4 спальни, 2 ванных. Просто повторим то, что мы уже говорили. В том доме 3 спальни, 2 ванных, но этот дом по метражу меньше. Он всего 135 метров квадратных, а тот 143. Да, здесь очень маленькие комнатки, да. Да, здесь, если в скверфит, кому более удобно, 1452 скверфутеджи, вот эти 4 бедрум, 4 спальни. А тот 1900 аж скверфит, он достаточно большой, 3 бедрум, но большой. Но у него, как ты поняла, вот эта вот площадь, которая открытая, кухня, гостиная. Ой, мне он очень понравился. Даже для себя я имею в виду. Я бы сама там наявила. Честно, мне его даже жалко было бы сдавать, настолько он сейчас хорошо сделан. Я согласна. Очень хороший ремонт. Там можно самому даже с удовольствием жить. Прям очень жалко. Но там нет хороших школ. Да, да, то есть здесь надо иметь в виду, что или у вас дети уже выросли, либо... Или дети в частные школы могут ходить, но вот прям каких-то... Здесь, кстати, в Девинпорте, вот оно, хотела сказать, очень классная чартерная школа, но в нее... Тяжело попасть. Да, это шанс, а просто интересно. А чартерная, а не бесплатная. А, то просто ты должен быть каким-то гением? Ну да. О, классно. Да. То есть в нее нужно попасть. Если ребенок не ленивый, если в нем есть какие-то таланты, скорее всего, но все равно есть очередь даже из талантливых детей. Но у меня несколько знакомых, хороших друзей, у которых дети спокойно попали в эту школу. Классно. В Airbnb можно их возить, и эта чартерная школа находится в Девинпорте, она безумно хорошая, она... Это не государственная школа, но и не коммерческая, она бесплатная для вас. Эти школы спонсируют, спонсоры у них есть, организации. Для ваших детей это будет бесплатно, а для спонсоров... Ну, в общем, есть спонсоры, да. Это очень, да, это, ну, долго я могу разговаривать по поводу школы, у меня сегодня язык нерабочий, поэтому как бы я могу всем объяснить, в чем разница между школами, в принципе, частной, государственной или чартерной, но не в этом видео. Поэтому я с вами, ребята, прощаюсь, мы едем отдыхать. Ура! День сегодня закончился, мы вас очень любим, спасибо, что вы нас смотрите, до следующих встреч, пока! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!